КРУГЛОГО СТОЛА КРУГЛОГО СТОЛА КРУГЛОГО СТОЛА Тему для круглого стола общественная палата выбрала не случайно. В адрес ведомства постоянно приходят жалобы и обращения. Лидирует Краснодарский край. Если верить заявителям, коррупция в регионе достигла невиданных масштабов. Уже давно на Кубани развивается конфликт сахарного отрасли. В этот конфликт, скажем так, заказчики этой ситуации стали привлекать правоохранительные органы, в частности, Следственный комитет Краснодарского края и сотрудников ФСБ России. Супруги Светланы и Роман Фоменко обратились в общественную палату с историей, которая потрясла масштабом беззакония. По словам Светланы, в 2011 году по просьбе администрации Краснодарского края ее отец согласился выступить инвестором и взять в аренду банкротный сахарный завод. На тот период времени компания отца «Кубанский сахар» была крупным трейдером сахара песка на местном рынке. Позже также по просьбе администрации были взяты в аренду еще несколько сахарных заводов. И вдруг события приобрели совершенно неожиданный характер. Наша компания, к сожалению, пострадала от трейдерского захвата с привлечением правоохранительных органов Краснодарского края. Сегодня она находится в процедуре банкротства. Но несмотря на то, что по факту полностью уничтожен бизнес, который строился 20 лет, и мы ушли из рынка, нас больше нет. Наши конкуренты в лице концерна Покровского продолжают дальше психологически оказывать давление, в первую очередь на меня. Мне недавно стало известно от правоохранительных органов Краснодарского края, что в отношении меня планируется возбуждение уголовного дела, что к ним приходила банда. По факту они имели в виду конкретного человека, Ичкалова Сергея Николаевича, это представитель концерна Покровский, и предлагали деньги за возбуждение этого самого уголовного дела. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Компания «Конкурент» вымогает у предпринимателей финансовые средства. Без участия правоохранительных органов по традиции не обходится. Спецслужбы сопровождают все действия спора двух коммерческих структур, хотя по закону не могут этого делать. Возбуждаются уголовные дела, люди арестовываются, проводятся обыски, проводятся обыски там, где они вообще не должны проводиться. Все уголовное дело строится только на позиции к почерпевшей стороны, в кавычках. То есть, на мой взгляд, если раньше рейдерства это были изначально потенциальные, скажем так, преступники, то в последнее время рейдеры все чаще превращаются в потерпевших, в кавычках. И именно с их инициативы возбуждаются уголовные дела и отнимается чужой бизнес, бизнес, который им не принадлежит. По мнению заявителей, для решения подобных проблем необходимо прописать в законе персональную ответственность всех представителей власти, от постового до судьи. Нужно бить тревогу, поднимать проблему в средствах массовой информации и бизнес-сообществах. С тех пор, когда подключилась общественная палата и телевизионная программа «Момент истины», надеемся, что вектор движения начал постепенно разворачивать эту машину по руки коррупции, потому что в одном из заседаний, где были представители общественной палаты, меру пресечения человеку поменяли. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Роман и Светлана задают экспертам конкретные вопросы. Возможно ли защитить бизнес от противоправных действий правоохранителей? Как не угодить за решетку и остаться в живых? Почему честные предприниматели сталкиваются с проблемой уголовного преследования? Пока ответы даны лишь теоретические. При этом организаторы круглого стола уверяют, эта история без внимания не останется. По инициативе общественной палаты создана рабочая группа, в которую входят известные депутаты Государственной Думы и представители Совета Федерации. Они уже получили все документы по делу семьи Фоменко. Момент истины будет следить за развитием событий. Вероятно, повлиять на деятельность нерадивых правоохранителей может именно общественное внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok